и сегодня я хотел бы поговорить с вами церковь на одну такую тему она может показаться странной я назвал сегодняшнюю проповедь свою так церковь имени робинзона круза по идее церковь должна быть церковью христовой правда но знаете я заметил одну особенность в нашей с вами жизни я не отделяю себя от церкви потому что я часть церкви в это верю в то что господь он коснулся моего сердца изменил мою жизнь и сделал меня частью своей церкви но я заметил современной церкви как бы знаете есть много поместных церквей они могут по-разному называться но есть церковь которую ты не найдешь где-то на карте она не находится в определенном месте но эта церковь она честно говоря не совсем принадлежит христу она вот церковь имени робинзона круза почему робинзона круза почему так наверное вы знаете историю этого вымышленного персонажа правда это целый роман который был написан в начале 18 века но повествует середине 17 века английский автор дэниэль дефо написал в форме дневника человека который переживал определенные трудности в своей жизни если бы мы с вами читали этот роман таким как он был написан а а я больше всего уверен что никто из нас не читал его именно так как он был написан на то что мы читали возможно в детстве или читали своим детям то это адаптация этого романа уже для детей на русском языке из этого романа было много чего убрано и мы на самом деле этого не увидели но эта история как говорил сам автор это аллегория аллегория о человеке который переживает жизненные трудности принимает какие-то решения он должен нравственно измениться и знаете если бы мы с вами прочитали оригинальный этот роман но хотя бы переведенный на русский язык ну вот как он был написан автором мы как верующие люди с вами могли бы увидеть что в этом романе сокрыта одна история нам с вами знакомая эта история о блудном сыне потому что роман начинается с того что 18-летний молодой человек разговаривая со своим отцом говорит о том что его ввлекут путешествия он хочет попасть какие-то другие миры у него есть большие планы и отец не согласен с этим но робин зон собирается и уходит из дома и все что мы обычно помним из этой истории это то что этот человек долгое время прожил на острове и не знаю помните ли вы сколько это лет но история говорит о том что 28 лет но вот в чем дело роман не начинается с того что он попадает на остров он начинается с разговора с отцом с его решение жить самостоятельно он до того как он попадет на остров попадет в кораблекрушение но будет спасен потом он еще одно плавание предпримет и будет захвачен пиратами два года проведет в плену сбежит оттуда попадет в бразилию в бразилию и там станет плантатором четыре года будет развивать плантацию и вновь поплывет в сторону африки чтобы там найти рабов и вот в этот момент он опять попадает в кабель в кораблекрушение и оказывается на острове совершенно один и следующие 23 года он будет в одиночестве на этом острове если бы мы с вами читали этот роман в оригинале то мы с вами увидели бы что главный герой спасая различные вещи с корабля он вывезет с корабля три очень хороших библии и каждый его день в его расписание будет начинаться с того что он будет молиться богу и читать библию потому что он добрый христианин ему нужна церковь ему нужна помощь он оказывается в сложных обстоятельствах где ему необходимо просто чья-то помощь но вокруг никого нет и он находит эту помощь у бога он читает библию он молится он трудится 23 года он созидает на этом острове свою жизнь потом мы знаем он спасает одного аборигена которого назовет пятница и он уже не один их будет уже двое потом он еще спасет отца пятницы еще одного испанца и уже где-то вот ближе к концу появится корабль корабль как на котором происходит бунт он поможет погасить бунт на этом корабле спасет капитана этого корабля и вернется к себе домой и о чудо о благословении в конце всех его ну как вот этих перипетий он еще получит и большой прибыток который от его плантации в бразилии ему достанется и он станет богатым человеком а во второй части этого романа который уж точно никто из нас не читал он даже побывает в сибири недалеко от нас в тобольске но это уже другая история это я вам немножко рассказал об этом романе об этом человеке но знаете почему я на него обратил внимание робинзон круза всегда был для людей которые читали этот роман человеком который переживал одиночество очень долгое время и когда ты читаешь ты думаешь но невозможно больше 20 лет прожить одному и не сойти просто с ума уже на основе этого романа будут сняты различные фильмы написаны еще другие истории и которые на самом деле будут заканчиваться не очень хорошо потому что люди будут переосмысливать именно вот этот факт одиночество которое переживает человек одна из важных мыслей которые звучит в этом романе ее можно выразить вот таким образом ты не одинок если с тобою бог и знаете и это мысль она с одной стороны очень правильная но с другой стороны для человека современного человека современного христианина она может оказаться и ловушкой в определенное время вот об этой разнице в каких обстоятельствах мы находимся и как мы можем воспринимать эту мысль и сегодня хотел поговорить знаете в евангелии от матфея в одиннадцатой двадцать восьмым стихом христос говорит всякому человеку придите ко мне все труждающиеся и обремененные и я успокою вас с этого по сути своей начинается евангелия для каждого человека христос обращается к нам и говорит придите придите ко мне и человек должен направить свои мысли свое сердце свою жизнь чтобы прийти ко христу и в присутствии христа обрести тот самый покой который желает обрести каждый нам просто необходимо в его присутствии и и христос приглашает каждого человека говорит придите и с этого момента мы можем сказать мы на самом деле не одиноки если с нами бог потому что в различных обстоятельствах именно он будет поддерживать нас именно он будет вдохновлять нас именно он будет что то делать особенное в нашей жизни изливая благодать божию и важным инструментом для этого является библия слово божие которое мы открываем читаем и находим здесь отклик на для наших сердец когда мы читаем историю людей которые переживали различные обстоятельства в своей жизни и мы думаем вот это вот эта история обо мне эта история о том что делал ну что происходило в моей в моей жизни мы находим этот отклик но здесь мы точно также находим истины которые помогают нам изменяться и христос он говорит о том что когда он уйдет на небеса произойдет нечто особенное он говорит я создам церковь свою в евангелии от матфея в 16 главе 18 стихом мы читаем христос говорит после разговора с петром когда он спрашивает за кого меня почитают люди христос говорит петру я создам церковь мою и брата ада не одолеют ее он создаст общество людей мы с вами понимаем что церковь это не здание это не стены не крыша хотя мы собираемся в определенном месте и мы называем это здание по-разному то есть в наших простых разговорах можем говорить храм можем горит церковь дом молитвы как бы мы ни называли это место это всего лишь место где церковь собирается правда мы понимаем что церковь это не здание это люди и христос говорит придите ко мне труждающиеся обремененные я вас успокою я дам покой душам вашим из этих людей которые придут в его присутствие он говорит я создам церковь свою и врата ада то есть чтобы не происходило в жизни людей это не сломит их они смогут пройти жизненными путями и однажды прийти в божье присутствие так говорит христос о церкви своей и знаете замысел бога о церкви он на самом деле удивителен он удивителен настолько что церковь является этим той больницей для больных куда больные могут прийти и получить свое исцеление церковь является тем местом где окрепшие измененные люди они могут взяться за дело служения и помогать тем которые присоединяются к церкви церковь это место покоя и безопасности но помните я сказал это не здание это люди это те кто окружают тебя церковь она удивительно такой какой ее создал господь и сегодня говоря о церкви имени робинзона круза мне хотелось бы знаете показать вам с одной стороны немножко другую церковь церковь который тоже есть люди но они одиноки люди которые находясь среди других людей остаются одинокими забывая об истинном предназначении церкви нынче время такое удивительное отличное от времени первой церкви мы с вами можем называться верующими людьми поклоняться вроде бы богу но при этом не быть с церковью совсем мы можем быть где угодно и получать вроде бы казалось бы я говорю казалось бы божью помощь почему я сказал что фраза что ты не одинок когда с тобою бог она на самом деле может быть не только обадривающей но и опасной если ты находишься в трудных обстоятельствах которых находился робинзон то эта фраза она тебя обадывает потому что даже если ты один бог рядом с тобой но когда ты живешь в совершенно другом мире когда вокруг тебя есть люди близкие родственники есть церковь братья и сестры есть соседи есть коллеги по работе друзья ты не одинок нет человек может оставаться в сердце своем одиноким но вот в чем дело и давайте мы сегодня я сегодня продолжаю говорить о верующих людях прежде всего которые почему-то являясь частью церкви остаются одинокими и знаете человек одинокий он находит для себя возможные источники вдохновение ободрение и он тоже себя утешает той фразы что ты не одинок если с тобой бог и тогда мы начинаем искать истину не просто в доме божьем не там где собирается церковь мы ее начинаем искать у теле проповедников я не говорю что это плохие люди они что-то не то говорят нет это замечательно сегодня можно распространять истину но заметьте что истину которую мы слушаем через youtube каналы различные через записи это всего лишь истина которую ты точно также можешь прочитать и в библии проповедник берет библию открывает находит там истину которая касается его сердца и он проповедует ее другим людям но это еще не церковь ты можешь закупить много интересных и умных книжек о том как выйти из депрессии о том как строить семью о том как получить дары духовные о том о богословии и много других 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 умных книг хороших книг которые дополнительно раскроют тебе истину слова божьего и их можно читать и наполнять свое сердце и разум этим но послушай это не церковь ты можешь в каком-нибудь чате церковном или христианском социальных сетях фейсбуке вконтакте в инстаграме в вотсапе в вайбере или где там еще написать друзья я нуждаюсь в молитве и 300 человек которые там находятся 379 буду говорить о нашем чате наверное помолятся тебе 15 из них напишут что помолятся точной и скорее всего совершат эту молитву кто-то более стеснительные он ничего не напишет но тоже помолится и знаете и казалось бы что это хорошо я не говорю что это плохо это хорошо у нас есть возможность попросить и братья и сестры помолятся об этом но послушайте мне хочется сказать сегодня это не церковь какая же церковь которую создал иисус христос это не церковь имени робинсона круза это не церковь одиночек которые на удаленке это не церковь самоизоляция это не церковь где человек говорит я выберу себе хорошего проповедника вот этот проповедник не очень проповедует а вот тот у него полтора миллиона подписчиков его прямые трансляции смотрят несколько тысяч человек одновременно и он такие замечательные вещи говорит мне хочется сказать одну фразу поймите меня правильно слово божие говорит что в последнее время люди будут избирать себе кого слушать и раньше я думал что это говорится о тех только о тех проповедниках которые вот несут откровенно есть но послушайте мы выбираем себе когда в ю тубе слушаем мы выбираем себе проповедников и они могут говорить хорошие вещи но это не церковь еще потому что этот проповедник служитель не придет к тебе домой тогда когда тебе нужно чтобы за тебя помолились он не вникнет в твою конкретную ситуацию и не даст тебе мудрый совет который будет пытаться получить от бога в молитве в тот момент когда будет молиться за тебя через youtube не передадутся духовные дары которыми бог наделяет свою церковь некоторые люди к сожалению перешли в церковь имени робинзона круза они остаются одинокими среди множества людей которые могли бы послужить и это не церковь иисуса христа я не защищаю проповедников которые не такие может быть помазанные как иногда говорят или не такие красноречивые я просто хочу сказать церковь давайте будем оставаться церковь там где мы находимся я не против я намеренно не называю никаких имен я не против тех проповедников которых мы смотрим и как дополнительно для нас это всегда благословение я не против того чтобы мы читали книги и находили там дополнительное изъяснение истины я не против этого но я просто хочу сказать сегодня каждому давай будем оставаться церковью частью той поместной церкви какая она есть какая она об этом можно много говорить и у меня не достанет сегодня времени я хотел донести вас вам для вас важную мысль что церковь иисуса христа это сообщество людей которые не где-то разбросаны по всему земному шару но отражение церкви иисуса христа является поместная церковь которой ты находишься рядом с тобой есть братья и сестры одних из них господь поставляет в церкви служителями и в послании к эфесянам 4 главы 11 12 стих написано и он поставил одних апостолами других пророками иных евангелистами иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела христова послушай никакая умная книга не даст тебе направление просто не скажет займись этим в церкви служением пойди в детское служение и помоги в группе порядка приди в доме божьем помоги покрасить стены или помыть окна ни одна книга об этом не скажет теле проповедник он вниз не скажет тебе я вот в духе чувствую и вижу в тебе что и у тебя есть такие дарования и ты можешь там то послужить он просто тебе может рассказать о том какие служения есть в церкви как господь действует это просто истина но только в живом общении мы обретаем вот это понимание куда нам идти что делать как и какой частью церкви я являюсь и господь поставляет служителей и опять же не защищаю пастором сейчас лидеров домашних групп дьяконов или кого бы то не было но у меня один вопрос ко всем нам конечно но и во время пандемии может быть как в другое время у меня вопрос когда последний раз когда вы заболели вы призывали пресвитера церкви чтобы он приехал и помолился за вас с помазанием елея не надо мне отвечать на этот вопрос я знаю ответ на него являясь пресвитером церкви я знаю единицы которые поступили подобным образом но и почему меня эта мысль коснулась почему мне стало это очень интересно потому что несколько недель назад когда я сам заболел мне не пришло в голову позвонить пресвитером искать братья приедьте побажьте меня елеем и помолитесь за меня пройдя этот период своей жизни я вдруг подумал а почему я так поступил потому что удобно куда-нибудь в чат написать что ты заболел вы там за меня кто-нибудь помолитесь в условии божьи нигде не написано что если кто болен ну понятно что тогда чатов не было ну пусть передаст весточку церкви чтобы за него молились по моему там написано по-другому написано призовите пресвитера в церкви чтобы они помазали елеем помолились и что и молитва веры исцелит болящего также написано по моему да послушай и это церковь также в библии написано не оставляй собрание своего как есть привычка у некоторых мы иногда но мы иногда оставляем свое собрание почему ну потому что опасно сейчас мы оставляем собрание почему потому что там возможно нелицеприятные вещи будут в мою жизнь говорить скажут слушай брат или сестра это неправильно то что в твоей жизни сейчас происходит давай к богу давай молиться дал что-то должно измениться нет я это моя жизнь я сам знаю как жить и человек становится тем самым робинзоном круза который добровольно уходит на необитаемый остров и он молится он читает каждый день библию он даже смотрит youtube проповедников и иногда пишет в чат о своих нуждах но не имеет общения друг с другом мы читаем в деянии апостолов написано о том что церковь когда со было создано в первое время они единодушно собирались вместе по домам преломляли хлеб они были в совместных молитвах послушайте в совместных молитвах в этом есть особая благодать когда мы как церковь собираемся и молимся а в касательно поклонения давайте немножко о поклонении скажем да сегодня удобно послушайте если у тебя современный телефон или телевизор ты можешь на ютубе включить любую понравившуюся тебе песню поклонения и поклоняться дома даже не имея каких-то музыкальных слухов или особенности определенных пой как хочешь тебя никто не слышит только господь но я предупреждаю когда мы придем господу там на небесах рядом с тобой кто-то будет стоять в этой огромной массе душ народа который предстанут перед великим царем и единогласно единодушно поклоняющихся богу и в этот момент кто-то будет рядом фальшивить или фальшивить будешь ты и возможно знаешь псалом будут петь не тот который тебе нравится не хилсонг не соколовы не церковь нового завета или слова жизни не жатва даже какой-то псалом который ты душой сердце будешь чувствовать но это не оба ты может быть хотел бы сейчас спеть я не знаю как будет там на самом деле я просто сейчас немножко фактирую но послушайте когда мы как церковь собираемся вместе начинаем прославлять господа в этом есть благодать божья в этом есть что-то особенное даже если мы поем не те псалмы которые нравятся иногда начинают петь старые псалмы и молодежь может сказать что они вот откуда они это взяли что за за несовременные мотивы но в этот момент бог что-то делает среди церкви своей а потом молодежь выйдет и там будут греметь барабаны электрогитары и будут и рэп даже тебе какой-нибудь речитатив ставят псалме и ты будешь стоять и думать что происходит вообще я тебе хочу сказать в этот момент господь будет что-то делать среди церкви своей и эта церковь эта церковь которая собрана из людей и я бы еще говорил о том что церковь это учение слову и это наставление послушайте знаете если прочитать много умных книжек то не факт что у тебя получится сделать то что в них написано если тебе кто-то не поможет каждый кто проходил какое-то профессиональное обучение а потом приходил начинал заниматься трудовой деятельностью в организации на заводе фирме какой-то в магазине или где бы то ни было рядом с ним всегда ставили наставника который бы контролировал его действия подсказывал как сделать как правильно и как лучше не делать как это будет эффективно более эффективно но человеку начитавшемуся просто умных книжек это намного сложнее сделать равензону крузу понадобилось 15 это 20 лет чтобы научиться выращивать различные растения культуры аграрные а домашний коз чтобы что-то в его жизни изменилось он даже в своей книге написано жалеет о том что когда он на корабль сел что он не устроился простым матросом потому что простым матросом он многому научился в морском деле он был просто другом капитана и многое упустил в своей жизни слушайте человеку нужен рядом человек который бы помогал нам пройти определенный отрезок жизни и церковь это как раз то место где мы рядом обретаем этих людей в лице служителей которых бог помазал чтобы они делали созидали церковь на дело служения написано в лице просто братьев и сестер как точильные камни иногда нас обрезают и делают нас лучшими правда церковь это место где есть общение поэтому не хочется сказать послушай нам просто нельзя поддаться на эту уловку чтобы перейти из поместной церкви в церкви в церковь имени робинзона круза а потом сожалеть о том что ты одинокий человек и даже в церкви нет любви церкви нет любви в той церкви в которой любовь не дарят и любовь не церкви нету любви там где люди ничего не делают остаются одни наполняя свой разум истинной слову слова божьего казалось бы молясь богу но человек может оставаться один если ты останешься будешь в тяжелых обстоятельствах где нет на необитаемом острове или где не будет людей которые бы тебя поддержали то фраза ты не одинок когда с тобою бог она подкрепит тебя но если вокруг тебя есть множество людей которые будут служить тебе или тебе им нужно служить фраза ты не одинок когда с тобою бог может увести тебя из церкви божией trace Бог создает свою церковь, и именно церковь врата ада не одолеют, а одного человека. Субтитры создавал DimaTorzok